И я хочу передать слово Екатерине Завершининой, менеджеру по развитию НКО, благотворительного фонда «Нужна помощь». Я тут, я тут, я здесь. Вижу, вижу, все, здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте, дорогие друзья. И ваш микрофон, пожалуйста. Очень рада вас видеть, всех на самом деле. Очень рада видеть среди участников, среди спикеров определенное количество наших партнеров. Я всегда надеюсь, всегда прихожу с надеждой, что давайте после этого марафона наших партнеров станет еще как можно больше. Я сейчас включу экранчик, поделюсь с вами презентацией. Собственно говоря, по ней и пойду. Потихонечку буду рассказывать. Ну вообще, партнерство, нужна помощь. Я сейчас хвастаться буду безудержно, а потом в следующем слайде скажу, что вы должны безудержно хвастаться. Можно сказать, что партнерство такое активное, нужна помощь с регионами. Буду всегда ссылаться только на свой опыт. Началось с того, как я к ним пришла. Потому что я пришла и увидела вот этот гигантский разрыв между огромным количеством некоммерческих организаций в каталоге, проверенных московских, и практически отсутствием региональных организаций в каталоге. Разумеется, я задала вопрос, что за фигня происходит. Там тоже очень много классных людей, организаций и партнеров. А пойдемте туда. Ну собственно говоря, мы и пошли. На самом деле, я так всегда рекомендую делать всем, потому что вообще любые региональные организации, будь то некоммерческие организации, будь то какие-то муниципальные учреждения, какие-то органы власти, они все обладают, вы все обладаете определенной классной экспертизой. И любой выход куда-либо, какие угодно регионы, любое, начинается с аналитики. Вот прям обязательно нужно проанализировать, все начинается с анализа своих ресурсов. Сесть, разделить листочек пополам и написать, самое главное, в чем ваша экспертиза. Вот сейчас в вашей организации, в чем ваша беспредельная экспертиза, в чем вы самые крутые, и вы это про себя знаете. Я очень прошу не стесняться, написать все, что возможно. Вы можете быть классными организаторами, вы можете там не иметь спикеров по каким-то темам, но можете классно проводить какие-то мероприятия. Обязательно пропишите это, потому что на этом строятся точки взаимодействия, точки соприкосновения. Ну и разумеется, ровно так же через дробь мы пишем, а где наши точки роста, в чем нам нужна помощь партнера, на каких условиях нам нужна помощь партнера, что мы от него хотим. Посмотрели, проанализировали себя, ну и, как я всегда говорю, ну ужальцам-то поведите, пожалуйста, в сторону соседних городов, соседних регионов, и посмотрите там, изучайте регион, смотрите там всех, с кем вы пересекаетесь какими-либо интересами, ищите того, кто вам нужен. Согласна, вот вы прописали точки роста, вот вам там по точкам роста нужен какой-то действительно совершенно определенный спикер. Почему всегда говорю, почему самая простая причина, почему надо искать в тех регионах, которые рядом с вами находятся. Ну, часовой пояс же, ребята, я не выдерживаю уже ни одного вебинара, я из Новосибирска сама. Мне очень плохо даются вебинары по московскому времени, на самом деле, потому что, как я всегда говорю, в это время я уже сплю. Вот, если вы хотите провести какой-то вебинар, ну, всегда проще для своих организовать его по вашему времени. Что важно действительно для партнерства? У вас общие ценности и интересы, и это изучается просто сайтом и социальными сетями тех партнеров, к которым вы хотите прийти. Очень важно, чтобы ваш уровень развития сайта, социальных сетей, ваших каких-то взаимодействий с медиа, с органами власти, с муниципальными учреждениями, он был примерно одинаков или примерно близок. Потому что, ну, во-первых, я сразу говорю, что мы с вами строим равное партнерство, мы с вами не нянечки, чтобы развивать другую организацию и подтягивать ее под себя. Конечно, нам всем хочется иметь приблизительно равных партнеров для всей этой истории. Что нужно сделать до первой встречи с партнером? Еще до того, как мы с вами пошли искать их контакты. Во-первых, обязательно необходимо сформулировать проект, который мы в итоге будем реализовывать. И обязательно поставить цели сотрудничества, к чему мы придем в итоге. По крайней мере, наметить эти цели. Нужно подготовить презентацию этого проекта, а с чем мы пойдем рассказывать о себе. И есть такой новый формат презентации сейчас. Уж не знаю, насколько новый. Я, по крайней мере, совсем недавно о нем услышала. Формат презентации в одном слайде. Если вы можете в одном слайде рассказать про ваш проект и про все условно, что с ним будет связано, особенно что мы получим на выходе, то это классная история, потому что вы можете буквально одним слайдом отправить и сразу рассказать о себе. Следующий пункт, он прямо мой. Будьте готовы, что 97% откажут или проигнорируют ваше письмо. Я вообще всегда говорю, что я вот как амбассадор нужна помощь, я, блин, не с навязчивость в сияруси просто, потому что я хожу и хожу и хожу в личке, добиваюсь ответа от моих потенциальных партнерских до некоммерческих организаций, в 97% случаев я ответа не получаю. Не расстраиваюсь совершенно, потому что мы найдем еще больше. И вот здесь обратите внимание, рассказываю прямо про свой опыт. Однажды я сделала рассылку, ну там на энное количество организаций. Старательная сотрудница. Текст рассылки у меня был где-то на страничку текста. Как вы думаете, какая была открываемость рассылки и читаемость, скажем так, и доходимость до меня? Да нулевая просто. Потом это называется, я психанула и сделала рассылку в два абзаца просто, ровно с одной ссылкой, по которой надо пройти. И вот эта рассылка сработала очень хорошо. Больше, чем 50% адресов, на которые она была отправлена, вернулись ко мне с ответом. Вот, поэтому точно так же, как презентация одного слайда, имейте в виду, сейчас прям сильно люди не любят читать, поэтому меньше букв, больше дел. Всегда думайте над форматами партнерства. Что вы предлагаете для партнеров, как вы можете его поддержать. Это будет благодарность, это будет какой-то ваш спецпроект, это будет ваше совместное взаимодействие со СМИ, чтобы вы могли рассказать про это. Обязательно о той проблеме, о которой вы говорите, о которой вы занимаетесь. Опирайтесь на цифры, опирайтесь на аналитические данные. Ну и, конечно, всегда мы формулируем, чего мы хотим у партнера в итоге. Что мы у него просим. Если не просим, то какое-то взаимодействие, это все равно просьба. Чем мы с ним будем заниматься. Для поисков контактов нужно искать наших потенциальных партнеров, любые доступные нам связи. Всегда нужно спросить, прежде всего всегда говорю, а спросите у своих сотрудников, может они кого-нибудь знают вам полезного. Обязательно, обязательно кто-нибудь найдется. Нужно определиться, кто вам нужен, с кем вы конкретно хотите разговаривать по проекту. Я максимально использую социальные сети. Я всегда хожу прямо в личке к руководителям некоммерческих организаций, переношу все наши разговоры туда. Самое простое – искать контакты через сайты компаний, через профильные сообщества в социальных сетях. Одна из наших партнерских организаций из Краснодарского края, открытая среда, прямо популяризирует свои походы на любые деловые мероприятия в городе. Потому что, он говорит, таких неожиданных партнерств, которые у меня организовались там, просто представить себе невозможно. Поэтому присматривайте что-то для себя в своем регионе, в соседнем регионе. Если есть возможность что-то посетить интересное, то обязательно надо посещать. Следующий пункт кажется таким элементарным, но тем не менее, я встречала это. Не стоит общаться на «ты» при первом контакте. И обязательно в первом же сообщении изложите свою суть, о чем будем говорить. В общем, основа коммуникации – то, что ничего не надо бояться, и все получится. На следующем слайде я обратила ваше внимание на рекомендации по написанию письма партнерам. Это если вы пользуетесь, да не соцсетями, а будете писать именно в почту партнерам. Вот это то, что следует помнить, когда вы будете писать. Ну, безусловно, я поделюсь этой презентацией, и если вам это полезно, вы всегда можете использовать. Но самое главное, если вам поступил, как хоть какой-то, хоть какая-то реакция поступила от вашего потенциального партнера, отвечайте на вопросы в течение одного, максимум двух рабочих дней. Это очень важно на самом деле. Если не знаете ответа в вопрос, даем промежуточный ответ в том, что обязательно вернемся к сотруднику, к вашему собеседнику с ответом через несколько дней, и возвращайтесь, пожалуйста, с этим ответом. Ничто так не снижает желание сотрудничать, чем отсутствие ответа на самом деле. Потому что я всегда говорю, ответить мне одно предложение о том, что спасибо, сейчас нет ресурса этим заниматься, спасибо, нам неинтересно. Это прекрасно. Я не обижаюсь, и никто не обидится, поверьте мне. Но пока вы мне не ответили, я не знаю, что вы отказались, и что вам не нравится то, что я предлагаю, например, вам. Поэтому я продолжаю ходить, ходить, ходить и навязываться. Но это, разумеется, не самая приятная история. Тоже, какой у нас примерно может быть план первой встречи с потенциальным нашим партнером? Ну, необходимо рассказать о себе, рассказать об организации, презентовать ваш проект. Вот я здесь написала до 13 слайдов, и на самом деле их может быть еще меньше. Это только презентация, чтобы только сфокусировать суть, а детали можно сообщить во время беседы. Моя частая беда и частая ошибка, я про нее знаю, поэтому я сейчас после своего монолога обязательно сделаю паузу. Делайте паузу, дайте возможность задать вопросы. У меня будет бывает часто, я полетела, и все, все, все. Там где-то в конце меня поймали за хвост, и начинают о чем-то спрашивать. Сами задавайте вопросы, чтобы выяснить все наши потенциальные интересы и договоренности. Обязательно резюмируйте вашу встречу, даже если ничего не получилось. Подготовьте письмо по итогам встречи, с итогами для возможного следующего контакта. Ну, конечно, не забудьте благодарить партнера, несмотря на то, что вы договорились ли, не договорились вы, но вы встретились, уже пообщались, и это хорошо. Вполне возможно, что ваше сотрудничество сложится позже. Ну, у него останется хорошее впечатление о вас. Буквально широкими мазками подчеркну о том, что необходимо прежде всего действительно искренне интересоваться тем, той деятельностью тех партнеров, к которым вы идете. Обязательно. Это очень важно, это чувствуется в общении. Потрясающее стихотворение и озарение работы все начинается с любви. Поэтому наша с вами деятельность вообще вся на любви замешана, исключительно. Наши предложения должны быть интересны и уместны для партнеров, а для этого мы должны хорошо изучить то, чем они занимаются, и готовы ли они предоставлять нам, например, ту необходимую экспертизу, которая нам нужна. Держитесь подальше действительно от любителей быстро завязать взаимоотношения. То, что человек не стремится очень быстро стать вашим партнером, это на самом деле здорово. Это значит, что он изучает тему, это значит, что он изучает вас. И как только будет, ну, когда будет готов, тогда будет готов. Потому что часто бывает такое, что быстро заключенные соглашения ведут к тому, что все разрушается по ходу, потому что человек не готов был сотрудничать, ну, а мы действительно с вами не няньки. Обязательно всегда, вот это очень важно, все должно быть, мы уже говорили про это сегодня неоднократно многие спикеры, все должно быть прописано на бумаге, по возможности сформулировано с юридической основой. все наши этапы взаимодействия, все наши возможные какие-то, все наши цели, все наши обязательно сформулируйте ваши KPI взаимодействия, каким результатом мы идем, количественным и качественным. Без результатов любой наш проект, будь он долгосрочный или краткосрочный, он мертвый. Просто мы с вами не разделим зоны ответственности, пока у нас нет каких-то результатов. Для того, чтобы вот в вашем, когда уже началось ваше партнерское взаимодействие, здесь очень хорошо всегда работает сарафанная радио, позволяйте вашим, назову их клиентам, позволяйте вашим подопечным, вашим волонтерам, вашим партнерам, любым, продавать ваши услуги, рассказывать о них везде. Тут и перепосты хорошо работают, и просто какие-то информирования о том, что вы делаете, о том, например, о вашем каком-то партнерском проекте, это всегда очень хорошо сработает на вашу репутацию. Ну, про защитите себя юридически, да, мы уже поговорили, это здорово. Старайтесь общаться с вашими партнерами не только по каким-то, вот в рамках вашего проекта, да, вот в рамочках проекта мы обсудили только вопросы проекта. Нет, это тоже так не работает. У нас в России все замешано на личных отношениях, и всегда хорошо будут работать проекты, где есть хотя бы минимальный, теплый личный контакт. Когда я знаю человека, когда я к нему, я с ним в приятельских отношениях, и тогда я больше гораздо расположена что-то для него сделать. Так же работает и наоборот. Ну, и как любой проект, всегда будьте морально готовы к тому, что он может закончиться. Может закончиться неудачно. Вы можете потерять партнерство. Это нормальная, абсолютная история. Здесь очень важно на этапе входа в совместную работу, в совместный проект прописать, а что будет, если будет так. Как вы разойдетесь. Ну, чтобы не палками махать друг на друга и в соцсетях потом рассказывать про то, как вы не сошлись. Нет, так не стоит делать. Нужно обязательно прописать, а как вы разойдетесь, и чтобы это было благополучно. У меня осталось буквально, наверное, пять минуток. Я оставлю время на вопросы, какие-то будут. Хочу немножко рассказать, буквально тоже широкими мазками, как можно партнерствовать, то с нужной помощью. Чем мы-то можем быть для вас полезны. Для нас это тоже очень важно, потому что для нас очень важно. Мы готовы быть... Мы сегодня много говорили про амбассадоров. Мы готовы быть вашими амбассадорами, вас, ваших организаций, на федеральном уровне. Мы готовы рассказывать про вас везде, да, и помогать вам развиваться. Будет здорово, если вы тоже будете пользоваться нашими какими-то партнерскими взаимоотношениями. И здесь для вас работает сервис маршрутная карта НКО. Это как раз где можно посмотреть, а в чем ваша экспертиза, а где ваши точки роста. И еще получить индивидуальную образовательную траекторию для своего развития. Бесплатная абсолютно история. Знаю, что очень многие региональные организации проводят свои этапы конкурса до годовых отчетов. Но наверняка есть те регионы, в которых есть проблемы с годовыми отчетами. Не все организации сейчас готовы это заполнять. Для таких у нас есть конструктор годовых отчетов, который можно заполнить легко и просто, да, и сразу скачать, и сразу разместить хоть в соцсетях, хоть на сайте у себя. И знаю, что есть организации, есть наши ресурсные центры, которые начинают, делают шаги, а некоторые уже очень сильно развиты, проводят школы оценки, когда мы говорим о небольшом социальном импакте, как его измерить. В нашем сервисе для НКО «Ядро» есть сервис социального воздействия, который позволяет сделать красивую, интерактивную, логическую модель проекта. То, с чего начинается оценка воздействия. Собственно, про все это я рассказала, к тому, что мы тоже, как партнеры, готовы быть, я всегда готова быть, любой мой сотрудник готов быть вашим спикером на любом из ваших мероприятий. Все, что вам нужно, мы готовы рассказать, ну и раз я готова приехать, да, и показать оффлайн, онлайн, пожалуйста, на пальцах расскажем про, на пальцах расскажем по нашей возможности. Ну и мне кажется, что очень важно, чтобы, вот мы буквально на белых ночах фандрайзинга говорили о том, что верификация некоммерческих организаций, и то есть то, насколько организация открытая, прозрачная, насколько она понятна, для донора, для партнера, для подопечного, это должно стать новым трендом. То, что мы с вами все и все наши какие-то партнерские организации должны быть верифицированы любым из присутствующих, да, сейчас в стране верификаторов, у нас такая, можно назвать, большая тройка, да, ВК Добро, благо, нужна помощь, есть и другие верификаторы, тоже это очень важно, это то, что должно быть сделано. Ну и вот здесь я предлагаю нам с вами такое партнерство, действительно, мне бы хотелось, чтобы с вас, как с ресурсных центров региона, все начиналось, чтобы вы, называю это, подайте пример, пожалуйста, своим организациям, если вы будете нести амбассадорство, скажем так, того, чтобы быть верифицированной организацией, они на вас смотрят, они обязательно подхватят эту историю. На всякий случай, мой слайд с моими контактами, мне всегда можно звонить, мне всегда можно писать, в любое время, дня и ночи, я вообще почти всегда отвечаю, я имею в виду, сразу почти всегда отвечаю, а так-то я вообще на все письма отвечаю. Вот, может быть, остались какие-то вопросики, ответики. Кстати, еще, да, ровно три минуты скажу, что до этого очень многие говорили о... Наталья классно рассказывала про турнир, да, и предложила сценарий для турнира по боулингу. Это классная партнерская история, может быть, классная партнерская история взаимодействия. И я бы тоже хотела вам направить, я обязательно пришлю, мы сделали гайд, инструкцию по проведению футбольного турнира с применением как раз технологии волонтерского фандрайзинга. Я смотрела эту инструкцию, эта инструкция перепирается на любой вид спорта, просто накладывается, это не обязательно, поэтому инструкции пытаться проводить именно футбольный турнир. На это можно опираться и провести любой турнир, какой вот вам просто придет в голову, какой будет комфортен для вас. Может быть, вы объединитесь с близлежащими регионами, проведете свои турниры, еще и подзаработаете на себя. Это будет здорово. Вот как-то так. Спасибо огромное. Спасибо. У нас есть еще буквально 5 минут на вопросы, если вдруг вопросы есть или на комментарии. Сейчас посмотрю, что в чате у нас одни спасибо. Огромные и не очень огромные. И крупными буквами, и маленькими. Но если вдруг есть вопросы, пожалуйста, можно задать Екатерине вопросы. И на самом деле я думаю, что это очень важно. И когда мы говорим о партнерстве, очень важно еще точно понимать, что мы можем предложить друг другу и пользоваться этими возможностями. Потому что фонд «Нужна помощь» уже не первый раз выступает на наших марафонах и каждый раз говорит, обращайтесь, у нас есть для вас вот такие ресурсы. То есть вот пользоваться ресурсами друг друга – это тоже очень большое подспорье. Особенно сейчас, когда каждый из нас не может быть ну как бы мастером на все руки. Вот конструктор годового отчета уже вот запрос есть, мы видим в чате. Если, значит, соответственно, на все ссылочки мы, конечно, обязательно кинем. Я тогда пришлю обязательно все на всю подборку наших всех возможных полезных ссылок с нашими возможностями. самое главное – приходите. Давайте, а мы, соответственно, все это отправим для того, чтобы было удобно. Просто очень любопытно тоже для себя комфортно. maka в잖아요. Да. класс depleted у�ивна, И для того, когда上面 какие-то перво 세계,